Так, всем добрый день! Хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления яблочного сидора. Для этого нам необходимо ведро яблок любых любых сортов. У меня здесь, кстати, использовано где-то три сорта яблок. Уже они такие спелые, спелые, переспелые, набрали хорошо. Сахара. Я беру такую самодельную терочку. Можно использовать любую терку. Ставлю в ведро. Перчаточки одеваю обязательно, чтобы руки не повредить. И вот это все надо вот так вот на терке натереть. Натереть. Стрём мы яблоки. Аккуратно руки, чтобы не повредить. Когда ведро яблок надо перетереть, затем использовать можно любую посуду. Я использую, допустим, флягу. Высыпаю натертые яблоки во флягу. Затем пять килограмм сахара размешиваю в тёплой воде. Полтора ведра. Я беру вот такое ведро. Я так вот чуть-чуть неполное. Вот так вот набираю воды. В одно ведро и второе. И по два с половиной килограмма в каждое ведро высыпаю. Хорошо, тщательно размешиваю. Тёплая вода обязательно. Тёплая. И эту водичку тёпленькую выливаю сюда во флягу в яблочке. Всё опять тщательно, тщательно перемешиваю. Крышечку закрываю. Всё, процесс брожения пошёл. Так, прошло. Ну, процесс, в принципе, идёт где-то около трёх недель. Зависит от температуры. Может быть, немножко больше, немножко меньше. Ну, надо смотреть, как только брожение закончилось. Шапка такая немножко, как бы, приопустит. Сначала шапка такая сухая-сухая, а потом, как это кашица, чуть-чуть как приопускает и появляется сок такой, водичка. Всё, уже видишь, пузыриков есть и нету. Надо перецеживать. Перецеживаем. Пищевой шланг я пробовал сначала вот 8 мм. Но он тонковатый, он быстро забивается. Это уже чистое, чистое или вино, или сидор им перецеживает. А вот этот именно сожмыхом 12 мм. Пищевой шланг. Вот мы его будем использовать. Берём его, опускаем на дно, но потом чуть-чуть приподнимаем. Чуть-чуть, чтобы он самое дно там не взял. Всё. Теперь это мы перецеживаем. Всё это перецедим до всё, что сольётся. Остальная там шапка, это всё останется. Затем вот это вот, то, что мы слили, это ещё такое полу-сидор яблочный. Мы его поставим. Ну, буквально чуть-чуть надо поставить. Посмотреть, одеть можно перчаточку сюда сверху, чтобы видно, что брожения нет. Брожения нету. Перецедить через, может, день постоять, там много осадков будет. Сразу перецедить ещё раз. Так, вот это вот у меня вот 19-литровый бутыл, бутыль такая, вот столько у меня слилось. Ну, здесь такие кусочки яблочек попадаются, такое, как бы, оно должно постоять теперь и осадок, осадок останется и через, на следующий день, допустим, я его возьму, вот, допустим, бутыля, вот он осадок, вот такой остался. Я его буду перецедживать в баллоны. А вот здесь вот, вот, осталось вот такое яблочное пюре внизу, ну, оно уже не слилось через трубку, его можно так, или просто выбросить, или воды налить, сюда, перегнать на, типа, чачу яблочную, как называют её ещё, кавальдос. Так, а вот этот с бутылей я беру и вот таких в 10-литровый баллон уже так вот наливаю. Вот я сегодня перецедил. Вот цвет, вот это чисто яблоко, у него цвет отличается. А вот этот чуть-чуть, вот он такой розовинкой, здесь чуть-чуть сливы добавлял. Он немножко такой покраснее. И вот еле-еле видно маленькие пузырики. Пузырики ещё бродят, вон оно бродит, пузыречки, пузыречки. чуть-чуть уже дображивает. Но тут главное, чтобы не... А здесь практически нет. Не, есть чуть-чуть пузырёчки. Я его теперь буду пересаживать. Вот осадок. Вот здесь вот баллон ещё у меня не влезет. А, тара обязательно должна быть до самого верха, полная. Или перчатки можно одеть вот такие вот, резиновые. Если узнать, бродит, не бродит. Или уже потом крышкой. Потом, допустим, сейчас я покажу, вот видно будет, вот он внизу осадок. Вот его надо будет отделять. Опять трубку опускаю в баллон и до осадка, чтобы не дойти, перецеживаю. И так надо делать несколько раз. Несколько раз делать, осадок отбить. Всё. Затем закрываем крышечками и в тёмное такое желательное прохладное место убираем. И через месяц всё будем пробовать. Так что все, кто хочет попробовать такое, делайте, не пожалеете. Очень вкусная вещь такая. Так, спасибо всем за внимание. Всем пока. Пока.